Операция в онлайн-режиме. В Краевой больнице провели уникальное по сложности шунтирование. Все действия хирурга вывели на большой экран, чтобы краевые специалисты могли наблюдать за происходящим и получить бесценный редкий опыт. Мария Гнездилова тоже следила за процедурой. Алексей Чернов перед операциями уже не волнуется. Это уже вторая серьезная процедура в его жизни. Четыре года назад ему удалили опухоль головного мозга. Теперь Алексей страдает от гидроцефалии. Это избыток жидкости в головном мозге. Когда с симптомами уже надоело бороться, Алексей вновь решился на операцию. Головная боль, шаткость в походке. Все будет хорошо. Никаких симптомов и побочного больше ничего не будет. Операция на головном мозге самая сложная в неврологии. Хирурги делают два надреза лапароскопическим методом. Один в животе, другой в голове. Затем в теле пациента проводят специальный программируемый шунт. Излишняя жидкость, главная причина гидроцефалии, выходит из головного мозга в полость живота. Там она уже безопасна. Сегодняшнему пациенту повезло. Операцию ему делает лично доктор медицинских наук из Москвы. Программируемый шунт позволяет буквально как кранам увеличивать или уменьшать поток через кожные, без повторных операций и обеспечивать оптимальные комфортные условия для головного мозга. Операция в онлайн-режиме транслируется на два больших экрана. Каждое действие хирурга видно до мелочей. В актовом зале больницы собрались не только будущие неврологи и нейрохирурги, но и врачи с многолетним стажем. Такие практические занятия полезны для всех. Так оно и должно проходить обучение. То есть приехал лектор с очень именитой, практик, из очень серьезной клиники московской, детской, с определенным именем, с определенной историей, с определенным количеством публикаций. Мы его знаем. Он приехал, рассказывает, показал лекционный курс, потом показал свои манипуляторные навыки. Для нас тоже очень важно. Учиться никогда не поздно. Очень важная медицина вообще – это наука, которая заставляет учиться постоянно, изо дня в день. Водянка головного мозга – распространенное заболевание, особенно у детей. По статистике, ежегодно гидроцефалией заболевают до 100 человек. На операцию решаются всего 20-25. Мы очень рады приезду из центральных клиник с тем, чтобы выслушать, чем они занимаются, и принять многое к сведениям для своей работы. Хотя мы тоже в качестве практикующих врачей берем очень много этой патологии и с неплохими результатами. То есть клинический выход у нас примерно соответствует уровню центральных клиник, если брать статистику. Шунтирование – самая современная технология лечения гидроцефалии. В этот раз операция длилась около 60 минут. Пациент будет готов заниматься своими ежедневными делами уже через несколько часов. Все симптомы опасного заболевания должны исчезнуть в течение нескольких месяцев.